Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос, который вы задаете. Суть вопроса заключается в том, что автору не нравится, как ведет себя партнер с ней в отношениях. Она говорит, что находится в отношениях с мужчиной два с половиной года, и недавно очень с ним поругалась. Дело в том, что мужчина все время говорит только про своего ребенка и про свою бывшую жену. Автору это не очень нравится, вот. По крайней мере, автор говорит о том, что чувствует себя как бы на последнем месте. Когда мужчине что-то нужно, то он, в общем-то, очень настойчиво от нее требует обратной связи. Но когда ему нужно, например, уехать, побыть с ребенком, да, и так далее, то тут начинается как бы история о том, что интересы, собственно, автора не учитываются от слова совсем. Она не чувствует, автор вопроса, что мужчина готов и будет вкладываться в отношения с ней. Она не чувствует, что он будет зарабатывать, скажем так, для них. И за два с половиной года он так и не познакомил ее со своим ребенком, вот. Что как бы тоже автор вопроса наводит на некоторые, так скажем, негативные впечатления, негативные мысли. Вот. В общем, много чего автор вопроса в мужчине не нравится, да. Вот. Не нравится, что он, например, выпивает, не нравится, что нарушает ее личные границы, стуча в дверь, даже если она не хочет открывать. Не нравится, что как бы все разговоры у мужчины только про ребенка и про бывшую жену, вот. Не нравится, что бывшую жену мужчина обеспечивает, а от автора вопроса как бы требует партнерства, вот. То есть много чего не нравится. И автор вопроса говорит о том, что поняла, как бы, что ее не устраивает, да, поняла, что ее не устраивает, вот. Грубо говоря, такой расклад. И, в общем-то, она хочет расстаться. Спрашивает она о том, правильно ли она поступила. То есть вот вопрос. Вопрос. Буквально звучит так. Правильно ли она поступила, разрывая отношения, или это просто ревность, с которой можно что-то сделать. Ну, смотрите. Здесь, как мне кажется, ревность, конечно, есть. Ревность, конечно, есть, и, на мой взгляд, ревность, что называется, вполне обоснована, да, потому что мужчина действительно довольно много внимания уделяет своей дочери, ставит ее на первое место, да, а вас откровенно принижало. Да, еще забыл сказать, что мужчины довольно негативно относятся к потребностям автора вопроса, куда-то сходить, с кем-то провести время, куда-то поехать и так далее. То есть тут вот тоже есть у автора вопроса проблема, проблема с пониманием ее партнера, ее самой. Вот. Поэтому, да, ревность, конечно, присутствует. Но я бы не назвал ее какой-то аномальной здесь, я бы назвал ее здесь вполне уместной, потому что, на мой взгляд, если человек выбирает быть в отношениях, то он, в общем-то, и берет ответственность, как бы, за это, вот, в той или иной, в той или иной степени. Вот. Здесь, судя по тому, что вы пишете, мужчины действительно в основном воспринимают вас как такого, знаете, удобного партнера, да, с которым можно, в принципе, делать то, что хочется, но ответственности никакой у него нет. Другой момент, другой момент, другой момент заключается в том, как это стало возможным. То есть, я имею в виду, как стало возможным то, что мужчины относятся к вам так. Ведь то, что, ведь, эээ, то, что вы, эээ, перечислили, является, судя по всему, эээ, таким системным поведением. То есть, это не то, что появилось, эээ, только что. Это, скорее, больше, эээ, то, чтобы, эээ, ну, видимо, было и было довольно продолжительное время. То есть, у человека сформировался определенный к вам подход. Вот. И, как мне кажется, эээ, глобальная здесь проблематика не в том, правильно ли вы поступаете или нет. Глобальная проблематика здесь не в том. Эээ, вот, например, что вы, эээ, ревнуете, потому что, я повторюсь, эээ, ревность не всегда является ээээ, необыклатной. И даже если вы здесь ревнуете, то, ну, на мой взгляд, ревность более чем уместна. Эээ, вот, мне кажется, мне кажется, повторюсь, эээ, мне кажется, что ээээ, ключевой Ключевой проблемой здесь является то, что вы продвигаете сильную модель поведения, то есть модель поведения силы. Тогда, когда это вот может быть не совсем уместно или тогда, когда вы этого не хотите, то есть, условно говоря, вы там пишете, что ни разу ему не сказали о том, что вот вам не нравится, не просили у него денег и так далее. То есть, есть у меня такое ощущение, что вы ведете себя в отношениях независимо. При этом сами вы хотели бы, что называется, ну, больше поддержки, да, больше какой-то отдачи, больше внимания к себе и так далее. Вот. И понимаете, вот в чем, как бы, штука? Штука в том, что, как бы, тот образ, который складывается, например, у мужчины, ваш образ, и то, какая вы на самом деле, может различаться. Понимаете? Я бы сказал, что можно на данный момент, во-первых, уделить внимание тому, чтобы позамечать, начать. Вот. Всегда ли вы ведете себя так, как хотите, или вы ведете себя, ну, во многом, да, или, ну, частенько, вы ведете себя так, как должны. То есть, ну, что такого, если, например, вы, там, не знаю, попросите, допустим, у мужчины, да, там, к примеру, там, ну, не знаю, какой-то поддержки, да, ну, что плохого, если вы, там, обратитесь к мужчине с просьбой, вот, или скажете ему, что я, там, чего-то хочу, и так далее. Вот. То есть, тут ничего плохого нет, но у меня складывается такое впечатление, что этого вы не делаете, не делаете, и из-за этого ваш образ искажается, вы производите впечатление более сильного и независимого человека, чем вы являетесь, как бы, ну, по факту. Вот. Это не означает, что вы слабы, это не означает, что, там, вы не справитесь ни с чем, это, это не означает, что вы должны все время, там, условно говоря, просить деньги, да, и так далее, но, как бы, говорить о своих желаниях, да, говорить о своих потребностях, важно. Вот. То есть, не то, что вам не нравится сделать так, потому что мне так не нравится, а именно чего вы хотите. И как бы, с одной стороны, с одной стороны, вам так будет легче увидеть отношение к себе человека, то есть, вам так будет, яснее его отношение. Потому что одно дело, когда человек реагирует на директивы, и совсем другое дело, когда человек реагирует на ваши потребности. Вот. А с другой стороны, вы будете, вот, таким образом, вполне возможно, больше раскрываться сами для себя, и понимать, что вам нужно. Потому что в вашем тексте промелькнула такая, вот, такая фраза, что, я не, сейчас, 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 сейчас я ее прочерпаю, прочерпаю даже. Вот. Я трачу два с половиной года своей жизни до конца, не понимаю, подходит ли мне это или нет. Понимаете? Вот, вот эта фраза, она ведь означает, что, что вы можете, не всегда, но можете быть к себе невнимательным. Вот. Вы можете быть к себе невнимательным. Вы можете свои желания по, ну, по привычке, да, трансформировать в директивы. Вот. А желание директивы – это разные вещи. Дело здесь в том, что, когда мы, как бы, выражаем директиву, мы требуем от человека чего-то. Эта позиция не лучшим образом сказывается, ну, вообще на взаимодействиях не лучшим образом сказывается на коммуникациях и так далее. А когда мы говорим о том, чего мы хотим, то есть, ну, прямо говорим, что я хочу чего-то, да? Вот. И мы видим, как человек относится к тому, чего мы хотим. То есть, понимает он это, не понимает он это, относится он к этому серьезным, всерьез или нет. Вот когда происходит так, то нам легче увидеть, увидеть, как я уже говорил, нам легче увидеть, ну, как бы, отношение к себе. Вот. Кроме того, если говорить о некой, скажем так, проблематике, то, на мой взгляд, на мой взгляд, подход к отношениям такой, что я драчу время, не знаю, подходит мне или нет, мягко говоря, не очень хороший. Почему? Дело в том, что отношения – это почти всегда история про трату времени. И почти всегда эта история про трату времени связана с незнанием того, во что это выльется. Потому что сегодня, грубо говоря, я, сегодня я хочу с тобой быть, завтра с тобой быть уже не хочу. Вот. Сегодня, там, условно говоря, ты мне нравишься, да, завтра уже нет. Сегодня я тебя люблю, завтра нет. Так, так работают, ну, как бы, здоровые отношения. Вот. Вы же здесь хотите какой-то определенности, вы здесь хотите какой-то гарантии. И вот это, то, что вы хотите гарантии, определенности, выдает некую тревожность вашу, некоторую неуверенность и некоторое такое, я бы сказал, наверное, недоверие самой себе. Вот. И вот эти моменты, да, то есть, с одной стороны, больший контакт со своей эмоциональной сферой. С другой стороны, может быть немножечко такой вот личностный рост, да. То есть, когда, ну, например, когда я немножко отношусь к отношениям, да, и, ну, вот, как бы, ну, воспринимаю отношения, если угодно, не как что-то такое определённое, да, не как что-то такое, вот, что можно гарантировать. Вот. На мой взгляд, это достаточно важный момент, потому что если вы не будете подходить к отношениям вот так, если вы не будете подходить к отношениям вот таким образом, то у вас будут сложности, на мой взгляд. Потому что вы всегда будете оказываться вот в такой, знаете, своего рода зависимости, то есть, зависимости от другого человека. Вот. При этом нужно, как бы, активнее доверять себе, да, и нужно активнее в этом смысле себя слышать. Вот. И, в общем-то, в общем-то, принимать определённую долю отсутствия контроля. Ну, в отношениях. Вот. Вот это та проблематика, которую, которую я бы здесь увидел. Я не знаю, согласны, будете ли вы согласны с этим или нет, но тем не менее. Вот. Вы пишите, значит, вот, например, там, допустим, я с ней сегодня пятница, мне это не нравится, я ни разу не сказал, да, вот как бы. Опять же, здесь вопрос не о том, чтобы сказать, что вам нравится, не нравится, а вопрос о том, чего вы хотите, и это озвучит. Что касается отсутствия уважения к вашим планам, то здесь, на мой взгляд, нужно несколько прояснить ситуацию. Всегда ли так было, или, в общем-то, было, или началось. После, ну, какого-то момента. Это достаточно важно, потому что, если так было, всегда мы вымирились. Это одно, если так началось после какого-то, ну, промежутка, то это другое. И тут, как бы, разные аспекты, разные моменты имеют место быть. Как мне кажется, повторюсь. Вот. Дальше, значит, так, вот вы говорите, что когда он с ребенком, я должна была уезжать к себе. Почему? То есть, такое ощущение, что он вас прячет. Когда я заводился на разговор о будущем, единственное, что он конкретно сказал, что у ребенка будет регулярно бывать. Независимо от того, нравится или нет. Он меня с ней сидеть не заставляет. Да, то есть, смотрите, как бы, здесь вопрос такой, довольно деликатный. Как бы, заводя разговор о будущем, то есть, переходя из состояния присутствия и здесь и сейчас в будущее, вы, конечно, создаете предпосылки для определенного давления. Вопрос в том, как бы, считаете ли вы это проблемой? То есть, хотите ли вы научиться здесь и сейчас и, как бы, немножечко, вот, от перевозности, например, за будущее отойти? Да, чтобы не было таких разговоров, что, там, трачу время и так далее. Если нет, то вы берете ответственность за это. И штука в том, что когда один партнер в отношениях довольно серьезно уделяет внимание, там, будущему, планам, вот, что другой партнер, как правило, занимает позицию более инфантильную, более пассивную, вот. Таким образом, мужчина ведет себя как ребенок с вами, но как родитель со своим ребенком, потому что вы ведете себя как родитель с ним, в этом смысле. Но, с другой стороны, если вы, как бы, убеждены, что будущее важно и что нужно все контролировать, ну, хоть это и не совсем позитивная позиция, но окей, и в таком случае вы берете ответственность за это, и в этом смысле мужчина вам не подходит, потому что для него, действительно, не выгодно, как бы, ну, обрисовывать четкое будущее. Ну, вот. По поводу того, что он вас использует и что ему с вами удобно, я бы сказал здесь так, что у вас есть трудности с личными границами, потому что ощущение, что меня используют, вы скажете тогда, когда я делаю то, чего не хочу делать. И здесь обратная сторона как раз того, что вы, ну, как бы, вот думаете о будущем. И то, что вы не хотите тратить время впустую, потому что вам кажется, что окей, вот я сейчас потерплю, да, мужчина меня оценит, у нас будет все хорошо. Окей, я ему сейчас не скажу, я это проглашу, и у нас все будет здорово. Нет, так это не работает, не работает. В отношениях нужно сразу, по возможности и грамотно, в формате чего я хочу, говорить о том, о том, что вы чувствуете, вот, и смотреть на отношения человека. То, что вас не уважают, скорее всего, связано с тем, что вы довольно мало говорите о своих желаниях, вот, и ведете себя, ну, более независимо, повторюсь, как бы, чем на самом деле хотите, вот. Я не думаю, что конкретно с этим мужчиной ваши изменения могут повлиять на серьезную коррекцию отношений. Если хотите попробовать, можно, вначале нужно поработать над изменениями, потом, как бы, попробовать, ну, с мужчиной, как бы, повзаимодействовать, ну, вот, с такой новой позицией, скажем так. Вот, но гарантия есть, что получится и что улучшится, нет. Спросите себя, чего вы хотите для мужчин. Как вы вообще познакомились, что между вами общего, что вас объединяет, что вас связывает, есть ли у вас общие цели? Потому что я не очень понимаю, честно говоря, как бы, точки соприкосновения между вами и их. Но если вы сможете найти в себе что-то, чего вы для него хотите, я не вижу причин для того, чтобы разобрался в себе и подкорректировав немножко себя, попытаться, ну, выстраивать отношения на другом уровне. На этом всё, надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу. Желаю вам всего самого доброго и удачи.